Чёрно-белый шахматный мир для Камаля Найманова как родной. Он увлекается этой игрой уже несколько лет и даже успел стать призёром нескольких всероссийских и международных турниров. Мальчик считает, что интеллектуальные навыки, прокаченные за шахматной доской, помогут ему стать спортсменом мирового уровня. Из мальчиков первые и четвёртые классы первое место занял только я. Мне дали грамоту, медаль, кубок. А много у тебя уже грамот? Ну да. Это тем более добавляет интеллект. И очень хорошая игра. Мне она очень нравится. Впрочем, стать гроссмейстером здесь мечтает чуть ли не каждый. Что неудивительно, ведь преподаватель всегда настраивает их только на успех. Дженнибек Карасов стал для ребят не просто тренером, но и другом, который всегда подскажет, какой ход может стать решающим и поможет подставить сопернику заветный мат. Дети всегда есть. Очень хорошие дети есть. Есть просто плохие учителя, наверное, а дети все хорошие. С удовольствием приходят в шахматы, играют, получают. Во-первых, они развитие получают. Во-вторых, они удовольствие себе получают. В-третьих, выиграют, конечно, и грамоты, медали, кубки. Это тоже немаловажно. После окончания школы иметь богатое портфолио. Недавно его ученики одержали победу сразу в двух состязаниях. Вначале вышли в финал всероссийской белой ладьи, а по итогам участия в Ногайской шахматной лиге, проходившей в Дагестане, взяли 9 призовых мест из 12 возможных. В последний раз я вчера участвовала в Дагестане на соревнованиях к дню победы. Я заняла там первое место. Заработала 4,5 балла. Я вначале волновалась, а потом собралась и выиграла. Сейчас ребята борются за победу в финале турнира «Белая ладья», который проходит в Краснодарском крае. Тренер и близкие юных шахматистов уверены, что те пополнят копилку республиканских наград очередными призовыми местами. Алина Гедеева, Раймэ Шен, Назир Капушев, Архиз, 24.